Доброе утро! Мотоцикл в Советском Союзе был крайне популярным средством передвижения, так как стоил относительно недорого. Про один из них я вам сегодня и расскажу. В нашей стране популярностью пользовались не только советские мотоциклы, но и произведенные в дружественных странах соцлагеря. Одной из таких советских иностранок была Панония, родившаяся в Венгрии. В конце 60-х, начале 70-х изрядное их число было завезено в советскую торговую сеть. Панония красилась только в один цвет – черный. Почему именно так, я не знаю. Но именно черный цвет делал ее крайне узнаваемой. Вообще стилистика мотоцикла по тем временам была крайне популярна. Мечта сверхдержав о космосе заразила и небольшие страны, которые через технику выражали стремление ввысь. Сегодня же Панония воспринимается несколько консервативно, но в хорошем смысле. Никаких рубленных линий и острых углов. Большие 19-дюймовые колеса прекрасно обходятся и без асфальта. А какие глубокие крылья! Они замечательно защищают пассажиров от грязи. Но способ оживления оригинальностью не отличается. Все как у всех. Ключ, краник, утопитель, поплавка. Ага, потекло. Ногой на кикстартер и... Надо же, получилось! Кстати, здесь есть стрелочный индикатор включенной передачи. Ладно, поехали! Как все тарахтелки того периода, 250-кубовый мотор Панонии выбрасывает обилие дряни в атмосферу. Но в те годы об этом никто не думал, так как даже по сегодняшним меркам это очень приятный мотоцикл. И по большому счету на ней комфортно ехать и по проселку, и по асфальтовой дороге. Правда, отсутствие у меня опыта, плюс ножное переключение передач, ножной задний тормоз и всего два колеса сыграли со мной злую шутку. Но все равно, старые мотоциклы – это здорово. Панония занимает нишу где-то между Ковровцем и Иш-Планетой. О живучести Панонии ходили легенды. Я преклоняюсь перед людьми, бережно хранящими подобную технику. Может быть, мы не осознаем, но именно они являются хранителями частички истории. Живой частички истории. Продолжение следует...